Библейский портал экзегет.ру представляет Маленький эпизод, гражданская война, отца с сыном. Как она готовилась, какие были предпосылки, причем в качестве предпосылок названо прежде всего неспособность Давида навести порядок в собственном доме, когда его сыновья, один насилует свою сестру, другой убивает потом этого насильника, и это все как бы помимо Давида он не вмешивается. И в результате сыновья уже начинают делить власть еще при его жизни, один поднимает восстание, как потом побеждают это восстание, как потом Давид скорбит о смерти своего сына больше, чем радуется о победе над восставшими. Ну и в 19-й вроде все устоялось. Давид возвращается в Иерусалим. Сначала иудеи, потом и остальные израильтяне его принимают заново как царя. Но вы знаете, а вот бывают просто восстания. Вот бывает так, что и не виноват ни в чем может быть Давид, а просто вот есть негодяи. Чтобы мы не думали, что любая какая-то неудача, любое неустройство в государстве – это обязательно личная вина его правителя. Там был один никчемный человек по имени Шева, сын Бихри, вениамитянин. Колено Вениаминова, кстати, очень близко к колену Иуды. Оно так и исторически было, потому что Вениамин и Иуды – это двое самых близких братьев в истории про сыновей Иакова. Но, кроме того, они жили рядом. В общем, были едиными. Он затрубил тогда в рог и сказал, «У Давида нет для нас удела, нет наследия нам у сына Ишая. По шатрам Израиля расходись». И все израильтяне отступились от Давида и последовали за Шева и сыном Бихри. Но иудеи твердо оставались с Давидом от Иордана и до Иерусалима. То есть, смотрите, вроде Давид получил царство, но любой вождь восстания может взять и отвратить от него «Десять северных колен». Да, и вениамитяне, кстати, Саул из них тоже, вот непонятно здесь, как они себя ведут. «Давид пришел домой в Иерусалим. Царь взял тех десятерых наложниц, которых он оставил присматривать за дворцом, и поселил их в охраняемом доме. Он всем их снабжал, но сам к ним не входил, и они жили вдовами до самой смерти. Напомните, те десять наложниц, к которым вошел Афшалом его сын». Мы не знаем, что там было. Может, это был такой ритуальный просто вход в Гарем, заявить свои претензии на царский дворец. Но, во всяком случае, в избежание возможной ситуации, когда одна и та же наложница была у его сына и у него самого, царь их селит отдельно. Печальнее, на самом деле, учить женщину. Женщина совершенно как какое-то имущество выглядит здесь. До Древнего Востока, впрочем, обычная картина. Царь велела Амасе. Напомню, что Амасаевы новый военачальник. «Собери мне в три дня иудеев, и сам будь здесь». Амаса отправился собирать иудеев, но не успел к назначенному сроку. Тогда Давид сказал Авишаю. «Теперь Шева, сын Бихри, стал для нас опаснее Афшалома. Возьми слуг своего господина, отправляйся в погоню за ним, чтобы он не скрылся от нас в укрепленных городах». Вот еще одно восстание. Но здесь уже без сантиментов. Здесь уже не сын. «Так что в погоне за Шевой, сыном Бихри и за Иерусалима выступили люди Юава, Киритита и Пелитита и все богатыри». То есть те, кто были доступны, Киритита и Пелитита, такая личная гвардия, наемники, видимо, не иудеи. «Когда они уже находились у большой скалы в Гевоне, перед ними появился Амаса. Юав был опоясан поверх своей одежды, и на бедре у него был меч в ножнах, который выпадал из них, если он наклонялся вперед. А я напомню, что Амаса – это новый военачальник Давида, и Юав был его прежним военачальником. Он недоволен, конечно, тем, что Амаса занял его место. Вроде они оба генералы Давида, говоря современным языком, его полководцы. Но вот полководцы часто спорят друг с другом, кто первый займет город, у кого там больше наград. А вот здесь этот спор принимает совсем уж странный вид. «Юав приветствовал Амасу. «Благополучен ли ты, брат мой?» и правой рукой взял его за бороду, чтобы поцеловать. Амаса не уследил, как меч оказался в левой руке Юава, и тот нанес ему удар в живот, так что внутренности вывлезли на землю. Второго удара не потребовалось, он умер. Потом Юав с братом своим Авишаем продолжили погоню за Шивой и сыном Бихри. «Ничего так, один генерал первым делом на войне убивает другого генерала на своей стороне, чтобы самому командовать войском». То есть, вообще говоря, глядя на это царство, возникает ощущение, что там уже полная, какая-то анархия, какой, наверное, у Махно не было в Гуляй-Поле. И как Давид со всем этим управлялся. Вот мы обращали внимание в предыдущей 19 главе, почему он так подробно, и почему поистователь так подробно это описывает, его разговоры с теми, кто его снабжал, пока была эта война, с теми, кто сдается ему, но прежде был его противником, или про кого говорили, что был противником. А вот приходилось, а вот сложная ситуация, а вот необходимо как-то лавировать, необходимо как-то строить мосты. И Давид это делал действительно очень часто. «Там стоял один из отроков Юавы и говорил, кто предан Юаву, кто за Давида, ступай за Юавом». То есть, теперь надо, чтобы и войско пошло за прежним полководцем. «Но посреди дороги в луже крови лежал Амаса, и тот человек заметил, что народ там задерживался, смотрит на бывшего военачальника. Тогда он стащил тело Амасы в поле и прикрыл одежды, ведь прежде всякий, проходивший, останавливался над ним. Но когда его убрали с дороги, то весь народ последовал за Юавом в погоне за Шивой, сыном Бихри. Он же прошел по всем племенам Израилевым до Авилы, Бет-Махи, и через Берим прошел тоже, собирая вокруг себя по пути сторонников». Ну, понятно, вот повстанцы бегут от постоянной армии, которая закалена в боях, а по дороге они обрастают сторонниками, то есть, как снежный ком растет это повстанческое войско. И, наконец, скрывается в одном из городов. «Иудеи подступили к Авилу, Бет-Махе, очевидно, два названия одного города, и осадили его. Бывший с Юавом народ соорудил осадную насы против внешних укреплений, разрушал городскую стену. Одна мудрая женщина позвала из города, «Слушайте, слушайте, позовите Юаву, чтобы он подошел, и я поговорю с ним». Вот снова гражданская война, снова братоубийство. Как его заканчивать? Тот подошел, и женщина спросила, «Ты ли Юав?» Юав ответил, «Да, я». Женщина попросила, «Выслушай, что скажет твоя служанка». Он ответил, «Я слушаю». Она сказала, «Прежде была поговорка, если спрашивать, то вавили, и так решали дело. Мы один из мирных и верных городов Израиля, а ты собираешься уничтожить наш город, который был в Израиле другим матери. Зачем тебе истреблять наследие Господне?» Ну вот, вот как она видит ситуацию гражданской войны. Наш город, который славился как место разрешения споров, в которые обращались за какими-то сложными советами, и теперь ты возьмешь его и разрушишь. Кажется, народ уже устал от этих бесконечных войн междуусобных. Юав сказал в ответ, «Нет, ни за что не истреблю и не уничтожу. Дело только в человеке с Ефремово на горе по имени Шевосон Бихри. Он поднял руку на царя, на Давида. Выдайте его одного, и я сниму осаду». Женщина сказала Юаву, «Его голову перебросят тебе через стену». Женщина пошла и мудро поговорила со всем народом. Шевосон Бихри отсекли голову и бросили Юаву. Вот такие простые нравы. Но человек, который начинает мятежи, который затевает гражданскую войну, наверное, он хочет отрубить в любом случае голову. Отрубить голову царя или отрубить царя, как голову всего народа, и в результате отрубают голову ему. То есть еще и еще раз мы видим эту картину, когда большинство населения довольно безразлично к итогам гражданской войны, но хочет жить просто мирно. И вот пришли к ним повстанцы. Ну, отлично, будем с повстанцами. Пришла к ним армия законного царя. Ну, давайте отдадим вожда повстанцев, чтобы они нас, как-то, знаете, не обидели. И вот эта гражданская война начинается так же, как предыдущая, а заканчивается очень просто. Гибелью одного вождя. Шевесону Бихри отсекли голову и бросили Юаву. Он протрубил в рог, и все, отступив от города, разошлись по шатраму. А Юав вернулся в Иерусалим к Давиду. Обратим внимание, какая хрупкая конструкция. Давид пытается отстранить Юава от командования войском. Юав сам себе возвращает командование, убив назначенного Давидом полководца. Давида вроде бы приветствуют все израильтяне, но значительная их часть тут же поднимает против него восстание и, в общем, выдает голову предводителя только под угрозой разрушения города. То есть, на самом деле, очень слабое царство. И тут в очередной раз описание, кто чем командовал. Юав командовал всем израильским войском. Бенея сын Ехояды керетитами и пелетитами, а дурам подневольными рабочими. Очевидно, была какая-то трудовая повинность. Ио Шафа сын Ахилуда был летописцем, Шева главным песцом, Цадок и Авиатар священниками. Интересно, у них два главных священника. Ира из Яира был священником у самого Давида, то есть каким-то там придворным священнослужителем. И вот это слабое царство. Как же оно устоит? В завершении второй книги царей есть несколько глав, которые описывают конкретные эпизоды Давид и его ответственность за народ. Давид, его ответственность за царство. Уже не будет описаний гражданских войн, но будет несколько довольно сложных ситуаций. Мы о них тоже, конечно, почитаем и поговорим.